Ни один час жизни, проведенный в седле, не прожит зря. Конно-спортивный клуб «Алюр» открыл свои двери, чтобы мы рассказали о нем подробнее. Где ангарчане могут полезно провести время, в компании лошадей. Расскажем далее в сюжете. В древности человек не мог представить свою жизнь без лошадей. Эти величественные создания были не только извозчиками, но также помощниками во многих житейских делах. И пускай сегодня с развитием технологий их роль немного уменьшилась, верховая езда и конный спорт также являются неотъемлемой частью нашей жизни. Ольга Слободенюк вот уже 24 года является основателем и директором конно-спортивного клуба «Алюр». Будучи тренером и зооинженером, она имеет глубокие познания в работе с лошадьми. Под ее руководством воспитываются более 50 юных наездников, в том числе и в секции при Дворце творчества детей и молодежи. Дети обучаются навыкам верховой езды, таким как умение сидеть в седле и держать поводья. «Это дает возможность детям прийти, прикоснуться, научиться ухаживать за лошадьми. Ну и когда ребенок общается с лошадью, заботится о ней, он это переносит в свою уже домашнюю жизнь, уже по-другому ведет себя с родственниками. Многие замечают, что да, ребенок раскрывается, ребенок как-то по-другому себя начинает проявлять. Ну это же здорово». Помимо секции конного спорта, любой желающий может организовать фотосессию или покататься на лошади. Проводятся здесь и занятия по ипотерапии. Люди с особенностями развития здоровья общаются с животными и проходят реабилитацию с помощью верховой езды. Сейчас в клубе 19 лошадей различных пород, таких как русская верховая, голштинская, а также увольский и шетлингский пони. Традиционно проводятся праздники Ивана Купалы и День лошади, на которых проходят костюмированные шоу и конкурсы. «Ну когда я самый первый раз села на лошадь, это было для меня что-то новым. Я была рада». «Чувствуете прогресс за четыре года?» «Да. Ну раньше я совсем плохо занималась, сейчас лучше». Алюр активно сотрудничает с Дворцом творчества детей и молодежи. На занятия может прийти любой желающий. Несмотря на нехватку персонала, клуб продолжает вести свою деятельность в пойме реки Китои на территории бывшей лыжной базы АНХК. Никита Родинский, Олег Левченко, Местное время.